Вот она, она, наша тема. Ну и женские вопросы. Как были, есть и будут. Но с каждым годом, с каждым годом всё больше и больше женщины становятся более активные и превращаются в неких, знаете, мужик в юбке, которая и бизнес открывает, и бизнес ведёт, которая активна в социальной жизни, которая активна по воспитанию детей, которая активна в своём прогрессе, в своём обучении. Вот, и тогда мы задаём же вопрос, а зачем тогда нужны мужчины? Да, и потихонечку, ну, часто встречается, гаснет взгляд, такой, знаете, при всей этой активности гаснет это чувство такой лёгкости, возвышенности, женственности. Становишься таким человеком, который там и с сумки, если надо, и с сумками, и с ребёнком, и дверь открыла, закрыла сама, и с чемоданами. Ну, а всё равно же есть глубинные моменты каждой женщины, когда нам, ну, необходимо, это естественная роль женщины, и в этой роли необходимо чувствовать себя именно, ну, знаете, в том теле, в котором ты появилась на свет. Чувствовать это мироздание, чувствовать эту женскую энергию, сексуальную энергию, что у неё и мало важно, вот. Чувствовать с каждым годом подъём либидо, а не так, что тебе, ну, уже и как-то и не интересно, и многие вещи, связанные с мужчиной, отпугивают. Итак, давайте начнём разбираться. Почему для женщин важно чувствовать, так важно чувствовать себя женщиной? Это один из вопросов, и я его раскрою больше в середине. Я думаю, у вас будут некие откровения по этому, в этой теме, потому что я её обычно, ну, так, жёстко публикую или доношу, потому что время откровенного феминизма, да, оно на самом пике. И всё, что с этим связано, это также касается и наших детей, и их будущего развития, вот. Это всё очень взаимосвязано. Едем дальше. Начнём то, что лежит на поверхности. Тотальное количество женщин на сегодняшний день недовольны своей внешностью, а индустрия красоты делает вот так. Давайте, давайте! Губы, груди, лбы, щёки, скулы, что там надо, иди сюда! Вот, чтобы вы понимали, я человек, который в индустрии красоты проработал около 10 лет. Я очень хорошо знаю изнутри эту систему, знаю, на что заточен маркетинг. Вот, и на самом деле эта индустрия процветала. Но дело в том, что потребность возникает у каждой женщины, независимо от её внешности. Я знаю массу примеров, когда женщины с яркой внешностью, у которых есть титулы различных мисс, которые занимали места на конкурсах красоты, и при этом они пользовались услугами пластического хирурга. И здесь уже остановиться было, как, знаете, один раз попробовал, второй, третий, четвёртый, и потом вся эта божественная красота, которая была дана изначально, превращается в какой-то гибрид, полуженский гибрид. Знаете, можно зайти в интернет, можно там это всё почитать, посмотреть. Вот, но и сегодня тоже не об этом. Ведь довольны мы своей внешностью или недовольны, это глубинные родовые причины. Вот я вам сразу скажу, чтобы мне полюбить мою внешность, вот когда я пишу, вижу, вы пишете, вы очень красивая, я благодарю, благодарю вас за комплименты, но моей заслуги в этом нет. Это вся заслуга разумной жизни, творца, которая сформировала меня с моей кинетикой вот в таком виде. Что-либо я пока с этим делать не хочу и, думаю, не захочу, вот, потому что у нас есть масса глубинных ресурсов на физическом уровне, масса методик, которые мы можем применять. Главное, не лениться каждый день. Вот, кстати, после меня будет выступать тренер по, я так поняла, фейсбилдингу. Посмотрите с удовольствием, если вы будете системно это применять, как и что-либо другое в своей жизни, вы получите отличный результат. Я пользуюсь фейсбилдингом, сразу вам говорю. Вот, это труд, но зато это твоя энергия, на тебя же и работает, скажем так. Итак, одни девочки довольны своей внешностью, другие девочки недовольны своей внешностью. Чаще я встречаю девочек, которые недовольны своей внешностью. Массовое сознание заполонили таблоиды именно с какими-то стандартами красоты. Какая должна быть у человека талия, размер маленькая, большая, какая должна быть грудь, какие должны быть ноги, руки, какой объём щиколотки, запястья и так далее, и тому подобное. И мы, смотря на то, что нам предлагает мировая тенденция, индустрии красоты, тут же смотрим в зеркало и понимаем, что мы-то не соответствуем. Что-то у меня нос какой-то совсем не менее чёрненький, и зубы совсем какие-то вот с трещинчиками тут, далеко от голливудской улыбки. Что, надо срочно бежать, что-то переделывать. Надо никуда бежать. Надо просто понять, откуда эта неудовлетворённость. Потому что удовлетворённая женщина своей внешностью, она обладает особой энергией уверенности. Такую женщину сразу видно, когда она заходит, какая у неё осанка, как она ведёт себя, это не надменность, это не гордыня, нет. Это человек, у которого внутри с её женским стержнем всё в порядке. и такие тоже женщины встречаются. И когда я встречала, раньше я брала пример с этих женщин, я смотрела и думала, потрясающе. Человек далёк от стандартов красоты, да возьмите Барбару Стрейзен. Я её обожаю, я смотрю все её фильмы, ну вот у неё три таких, да, мощных фильма. Там, по-моему, у «Зеркала 2» отражения, «Принц приливов» и «Какими мы были». Вот эти фильмы взяли «Оскар». Там она и в главной роли, и режиссёр. Ну какая харизма, какая энергия идёт. Да, в своё время она настрадалась из-за своего большого носа, неправильных черт лица, маленького роста, фигуры и так далее и тому подобное. Вы можете изучить биографию, это полезно очень делать. Я знаю биографию очень многих людей. Вот. Для чего? Которые добились успеха? Для того, чтобы понять вот эту движущую силу, которая направляла их к успеху, к радости, к процветанию. И вот её движущая сила была, это полное принятие себя, причём критиковала её даже её мать. Для чего? Для того, чтобы она полюбила себя, в конце концов. И когда это произошло, никакую операцию она своим великолепнейшим носом и не делает. От носа это визитная карточка стала её. Вот. Когда это произошло, всё мировая известность. Вот так вот. Конечно же, у каждой истории свои корни. Но если мы обратим внимание на то, как к своей внешности относилась ваша мама, бабушка по линии мамы, ну и по линии папы тоже надо обратить, вы поймёте, как всё это сидит в вашем генетическом коде. Я вам хочу сказать сразу, что моя мама недовольна своей внешностью и по сей день. По меркам, когда она выходила замуж, она была естественно влюблённой женщиной, с папой, они уже 40 лет вместе. Вот. Высокая в теле красавица. Но затем, когда стали изменяться, да, скажем так, стандарты красоты, я увидела, как моя мама потихонечку утукает, 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 утукает. Ну, а сейчас ей вообще это неинтересно. В отличие от моей свекрови, например, которой 67 лет, она использует всё, что есть в индустрии красоты, она стремится к мировым, скажем так, стандартам красоты. У неё очень активная позиция в этой жизни. Вот. Но вот так сказать, что это её целиком и полностью осчастливливает, это, скорее всего, изматывает. Почему? Потому что всё элементарное просто, девочки. Потому что нет привычки любить свою внешность. Просто-напросто нет этой привычки унаследованного паттерна. От мамы, от папы. Ну, кстати, папы тоже тут участвуют. От мамы, от бабушек, от прабабушек. Бабушкам там вообще было, по-моему, не до внешности. Особенно послевоенные годы. А в военные так и тем более. Вот. Очень часто встречаются такие женщины, которые я называю это плод базовых внутренних желаний своих предков. Это очень здорово видно, когда, например, ну, буду говорить простым языком, вот женщина, которая считает себя очень-очень некрасивой и так ведёт себя, и со временем так же начинает и выглядеть, рождается супермодель дочь. вот эти желания, желания, это воплощение мечт тех женщин, которые были в вашем роду. И я прекрасно понимаю, что сегодняшние мои генетические данные, они выстроены на плечах моей мамы, моей мамы, которая у человека там с лишним, излишним весом, а у меня с этим всё в порядке, и поправиться я не могу и не хочу, вот, а она не может, например, похудеть. моей бабушке, которая трудилась с пяти утра до поздней ночи на стройках, она в пять утра как-то встала, темно было, на севере город строили синим карандашом, глаза, брови намазала и пошла на работу, весь день так проходила. Все подумали, что это такая мода, пришла, посмотрела, ах, стёрла и всё. Ну, то есть, вот такое было отношение. И я прекрасно, прекрасно понимаю, знаете, как говорится, откуда ноги растут. Поэтому очень важно знать и понимать, поспрашивать своих мам, своих бабушек, понаблюдать за ними и понять, что же вы унаследовали. Вот если мама не принимает категорично, например, свой вес, то вы точно так же его будете не принимать. И пока вы его не примете, не окунётесь в него, во все его прелести и красоты, вы его не скинете. Ну, это если у вас лишний вес. Если вам надо набрать, не наберёте. Вот так это действует. С 12 лет в силу вступает генетический код, как и у мальчиков, так и у девочек. До 12 лет очень важно, рассказывать детям о их совершенстве, потому что они созданы этой совершенной жизнью. Конечно, мама, папа, все мы прилагаем усилия, все мы даём свои гены, яйцеклетки, сперматозоиды, всё это техника, дело. Но именно жизнь вдыхает в тело человека. Это наша разумная жизнь, и она совершенная. И каждый ребёнок абсолютно совершенен относительно своей ментальности, своей генетики, своей наследственности, своей предыстории. если говорить вкратце, так как вы уже у меня продвинутые, я не буду вам расписывать, повторять все наши уроки, да, вот, и говорить много терминологий, я буду говорить простым языком. Относительно своей предыстории, внешне, абсолютно каждый человек совершенен. и чем больше вы принимаете себя, таким, какой вы есть, ну, при этом можно, конечно, улучшать себя достойными, нормальными способами, это не запрещается, это, пожалуйста, это ваше желание, это ваш выбор прежде всего. Вот, как только вы принимаете себя, принимает и окружающая среда, и это очень здорово за этим наблюдать, особенно мне, которая себя раньше вообще никак не принимала, но за этим стоит еще один факт. Значит, первое, да, у нас задание будут вот эти вопросы, как относилась ваша мама, выпишите, выпишите, я думаю, вы узнаете много чего интересного, вот, так, это попозже мы возьмем, вот, вот это первое задание, проанализировать, как женщины в вашем роду относились к своему телу, своей внешности, своей природе. Дальше, задание номер два, но вы, я думаю, его сделали на первом занятии, потому что у нас все взаимосвязано, кем вас хотели, мальчиком или девочкой, вот здесь тоже очень интересная тема, потому что меня лично хотели мальчиком, и я просто была мальчиком, наверное, ну, в каком смысле, такой, пацанкой, я не знаю даже до скольки, ну, уже до подросткового, наверное, возраста, это точно. И потом мне было очень сложно, когда формировалось это женское тело, я пыталась скрыть все выпуклости, которые за большими свитерами, которые появляются. Был стыд, откуда этот стыд? От непринятия своей природы женской, почему? Ну, во-первых, мне никто не говорил, в школе нас этому не учили, это может сейчас есть прогрессивное сексуальное в некоторых школах воспитание, ну, в том плане, что секс же, это слово нормальное, оно по-английски обозначает пол, пол, в этом воспитании можно, да, в школе добра-успеха я тоже рассказываю детям, что ты мальчик, а ты девочка, и вы должны дружить и общаться, и только когда вы уже станете взрослыми людьми, со взрослыми привычками, скажем так, когда создаются на основе любви семьи, и тогда, ну, и так дальше, там, про акты и про все остальное, вот, поэтому было очень сложно вот принять, потому что те желания, которые сидят, те мысли, та ментальность, которая в нас сформирована мыслями наших родителей, если вы, девочка, хотели мальчика, то есть это значит мыслительно не принимают то, что уже все сформировано, понимаете, поэтому на УЗИ я всегда по-моему на самом-самом позднем, один раз ходила на самом позднем сроке, вот, мне все равно мальчик или девочка, все мальчики у меня, я абсолютно счастлива каждому мальчику, вот, и там я знала, что эта разумная жизнь пошлет такого человека, такого пола, который нужен для прогресса моего рода, а для прогресса вашего рода вы, либо ваш ребенок, правильного пола, вот, поэтому мы же всегда хотим угодить нашим родителям, и если нас хотели мальчикам, то вот это, знаете, мощная сила угодить родителю, ты начинаешь иногда и вести себя как мальчик, и быть более мужественной, и, может быть, у кого-то привычки мужского характера, кто-то курит, кто-то еще, у кого-то такая походка, кстати, моя походка до сих пор, мне кажется, осталась такой более мужской, вот, ну, ничего, теперь это будет моя изюминка, едем дальше, так, аффирмации, аффирмации обязательно пропишите, пожалуйста, если у вас есть такая, скажем, загвоздка с принятием своего женского тела, пропишите, что я счастлива родиться девочкой, я счастлива быть женщиной, я с благодарностью от этой жизни принимаю свое тело, свой пол и свою внешность, вот эту аффирмацию 25 раз, ну, я рекомендую в течение нескольких месяцев раз в две недели прописывать, потому что глубинные модели непринятия себя, они проявляют себя очень-очень-очень-очень часто, итак, так, так, сейчас, у меня тут какой-то маленький сбой произошел, сейчас, секундочку, хочу найти нужное, ну что ж, ладно, в чем же сила женщины, да, сила женщины, конечно же, в том, чтобы вдохновлять, вдохновлять своих детей, своих супругов, своих мужей, сила женщины, она и созидающего характера, мы творим и все, если мы чем-то горим, у нас обязательно это получится, либо получится у нашего мужчины, у нашего мужа, у нашего друга, у нашего брата, у нашего папы, у нашего приятеля, сила женщины имеет огромный потенциал, когда она самореализуется, и вот здесь насчет самореализации и насчет и я бы хотела поговорить о феминизме. Вы знаете, все прекрасно в меру, и я не за то, чтобы женщина сидела дома, вязала носки, варила борщи и смотрела с окошка, ждала кормильца и больше ничего в этом мире не видела и не делала, нет, я за меру, и там, где сегодня процветает феминизм, где ходят вот эти женщины, мужики в юбках, женщины, да, мужики в юбках, за этим тоже стоит очень яркая предыстория. Есть те в их роду женщины, которые ненавидели мужчин, но были заложниками супружества. Это многодетные семьи, когда она работала всю дорогу дома, куча детей, скотина, а он тракторист, ну, куда она от него уйдет? А он гулящий тракторист. И как вы думаете, какие у нее были мысли и желания? Желание вырваться? Да, конечно. Желание, да, чтобы ты там где-нибудь на сеновале загнулся? Да, конечно. Только здесь нужна внутренняя честность, и эти родовые истории, они очень часто скрываются. Мы же знаем, ну, что о наших родственниках? Только то, что самое яркое, да, или то, что прилично говорить. А какая доминирующая мысль, например, у женщины вот в таком положении было каждый день. Каждый день. Все феминистки сформированы определенными наследственными факторами, и в их предыстории были женщины, которые просто мечтали вырваться из оков быта, мечтали, ну, как вам сказать, так не говорят, мечтали не иметь детей, но детей было уже так много, что плюс один, минус один. Я знаю, я их хорошо изучала, думаю, послевоенное время. Никто по этому поводу особо не страдал, когда их в семье по 15 человек было. Вот. Я имею в виду детей. Поэтому что я вам предлагаю? Я вам предлагаю с этой стороны изучить тоже свою предысторию. Мне быть феминисткой на сегодняшний день было бы очень легко. Очень. Потому что моя бабушка по маминой линии это был мужик в юбке. И это моя ролевая модель. Раньше была. И я модифицирую вот эти, знаете, все мыслительные такие импульсы буквально каждый день. Мне бы проще, намного проще было бы не иметь детей, не иметь супруга, зарабатывать кучу денег, бегать, проекты, знаете, ставить любые цели и достигать их. Мне скорее всего тяжело было раньше сосредоточиться ну на вот этой женской мягкости. потому потому что жесткость суждения связанная и в работе, она была и в семье, она была мне присуща раньше. Вот. Я научилась мире. Я поняла, что мной движет, так же можете понять и вы, но а самое главное, хотите ответ на вопрос, почему важно принять эту женскую роль в современном мире. Ведь сегодня очень много же историй, когда однополые браки в Европе. однополые браки в Европе, мальчики переодеваются в девочек, девочки переодеваются в мальчиков. Откуда это всё? Так вот, от нас. Если сегодня мы женщины не примем эту женскую естественную роль, как и мужчины, кстати, которые тоже сейчас всё чаще и чаще отлынивают от своей мужской роли, если мы не примем её и будем вот этими мужиками в юбке, которые деньги зарабатывают то-то, 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 то наши дети будут желать изменить свои половые признаки и будут желать исполнять ту роль, которую мы сегодня не принимаем. А вот вам и откровение от Натальи Шадурко. Пользуйтесь на здоровье. Поэтому всё, что, конечно, сейчас в мире происходит, я это не приветствую, это противоестественно, но это результат индивидуальной и массовой предыстории. Вот. Ну что же, думаю, здесь я вам немного глаза приоткрыла, и давайте двигаться дальше. Ну, вы мне скажете, хорошо, феминистки, если нет, да, если мы сегодня будем исполнять женскую роль, как же быть самодостаточным человеком? Дорогие милые девушки, самодостаточность не имеет ничего общего с агрессией, направленной против мужчин. Наоборот, самодостаточная женщина, она буквально закодирована давать, 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 вдохновлять всё больше энергии, идей, не боясь за своё будущее, и уйти от такой женщины невозможно. Запомните, здесь у меня нет, но вы послушайте, что самодостаточность это не количество денег, самодостаточность это не то, как вы выглядите, самодостаточность это даже не те условия, в которых вы живёте, я жила, вы знаете, в разных коммуналках жила, и на доход на совершенно мизерной жила, нет, но я всегда была самодостаточной, самодостаточность это искусство, прежде всего, привлекать всех и всё в своей жизни для достижения вашей цели, привлекать всех и всё для достижения цели искусства. Так давайте владеть этим искусством красиво. И вот, что я вам предлагаю сделать. Вот смотрите, вы можете вот так начертить в тетрадочке в своей сфере вашей жизни. Получается, у нас четыре отделения. Первая это личная сфера, хобби, влечение. Вторая муж, интим, секс, романтика, путешествия. Как же без этого? Если вы не замужем, то пусть это будут свидания, пусть это будет то, что будет реализовать вашу женскую природу. Работа, проекты, самореализация ваших талантов это третья часть. Да? и пожалуйста, четвертая часть это родственники, это дети обязательно, это быт и все, что с этим связано. Так вот, я вам предлагаю, смотрите, вот это все сто процентов вашего времени. День, месяц, год, неважно, сто процентов вашего времени. И вот вы его разделяете, выписываете на четыре части и разделяете 25% вашего времени. То есть 25% вашего времени идет у вас на первый отсек, личная сфера, обе, 25% вашего личного времени на мужа, интим, романтику, 25% на работу, проекта, ростомореализацию и 25% на детей, родственников и так далее. В многодетных семьях, вы скажите мне, это невозможно, а я вам скажу, как многодетная мама, возможно. Надо установить привычку, переобучить себя и переобучить окружающих. В частности, кто с вами связан? Семья, мамы, бабушки, дедушки, няни, школы и все и так далее и тому подобное. Все возможно. Если мы в какой-то сфере начинаем больше времени отдавать, 50%, 70%, у меня было по-разному, у меня было такое, что и 70% супругу отдавало, и вы что думаете? Кто-то был от этого более счастлив? Нет. Я или супруг? Нет. потому что идёт злоупотребление, а там, где злоупотребление в одной сфере, там не будет гармонии во всей жизни. Я имею в виду во всех сферах. Поэтому это табличка меры и гармонии. Надо время, надо усилие, нужны действия, нужна вера. вера бездействия мертва, чтобы вот так организовать свою жизнь. И тогда поверьте, ну, у вас, ну, вы ощутите, знаете, такую внутреннюю стабильность и уверенность. Так. Едем дальше. Ну, что же, почему сила женщины иногда заблокирована? Об этом я говорила на первом занятии и сегодня время тоже об этом поговорить. Потому что вы не реализуете свои таланты. Вот кто еще не выписал, выпишите обязательно 20 своих талантов. Вы скажите 20 у меня нет, а я скажу есть. Потому что научный пакт открытый Джоэл Мари Тойч, что в каждом человеке, в мужчине или в женщине столько талантов, сколько аминокислот в его теле. То есть может быть и больше. Аминокислот больше нет и меньше нет. Их 20. Вот столько у вас и талантов. То есть минимум у вас 20. дальше можно развивать и развивать. Когда мне сказали, я же тоже это все проделывала написать 20. Интересно думаю, какой же у меня талант. Это что ж я такое это умею. Ну в общем это три дня я сидела думала хотя бы над одним талантом. Вот хотите верьте, хотите нет, а было именно так. Их надо выписать и демонстрировать. Никому пока про это не говорить. Это очень важно. Вы расскажите об этом позже. Когда продемонстрируете хотя бы пять своих талантов ярко. Сегодня есть соцсети, есть инстаграмы, фейсбуки, одноклассники. Сегодня коммуникация, люди более коммуникативны. Есть соседи, есть друзья друзей или друзья наших детей, где мы можем также демонстрировать свои таланты. Вы умеете хорошо печь, пожалуйста, но вы при этом должны ярко это продемонстрировать и сказать «Угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами. Вы знаете, у меня восхитительный талант к сдобе». Раз. Хотите рисовать картины? Думаете, что для этого надо художественное образование? Я пример того. Все мои картины написаны сердцем. Участвовала в трех выставках, все картины проданы. Покупаете сегодня же холст, масляные краски, или какие вы хотите, и творите. Продадите картину, да хоть за 500 рублей, за 1000 уже приятно, а не хотите продать, подарите другу, продемонстрируйте свой талант. Вышивание, организаторские способности, вокал очень важен, особенно для самовыражения. Запишите красиво видео, как вы поете, как вы стараетесь, и не говорите мне, что у вас нет слуха или голоса. Если вы хотите, у вас будет своя подача той или иной песни, как у Барбары Стрэйсен свой красивый образ. Так у вас будет своя подача той или иной песни, но вы можете, это значит, у вас есть талант. Пока мы не демонстрируем этой жизни таланты, которыми наделены опять же и на генетическом уровне, но и на духовном, наша сила заблокирована. Мы знаете, как тот человек, который летит в яму, пытаясь спасти других, но он не осознает того, что он падает вниз и за собой тащит других, своих детей, близких, родственников. Тут же будет уместно и про два зернышка вспомнить. Помните? Поэтому таланты очень важны. это аффирмация, которую я вам предлагаю также прописать 25 раз. построена на теории относительной нормальности доктора психологии физика чемпиона Курта Тойч. Я относительно своей наследственности, предыстории, окружающей среды, воспитания, вероисповедания абсолютно нормально, правильно и прекрасно относительно своей предыстории. А вы относительно своей повторяйте это как можно чаще. Во-первых, это освободит вас от лишнего и угнетающего чувства вины, который может стучать в двери к нам всё чаще и чаще. если мы не будем реализовывать свои таланты. А во-вторых, если вы начали эти шаги по модификации своего сознания, по прогрессу своей личности со мной на этих занятиях, то содействовать вам в том, чтобы вы изменились, но мало кто будет. Вот говорят, слушай, ну ты чушью какую-то занимаешься, ты в секту какую-то что ли попал, что там за социальный проект, что с тобой происходит, почему? Потому что человеческая система инерционная и цепкая, система привычки, и людям непривычно вас такой видеть, непривычно вас такой слышать, им надо время, они даже могут первое время с вами не общаться, со мной родители 4 месяца не общались, это было очень давно, вот этот факт был, сейчас и они совершенно другие, ну ладно, у меня мама говорила, с тобой общаться невозможно, ты какая-то ненормальная стала, да, я просто стала не такая, как нужна вам, а стала такой, какой хочу быть, я, я, вот здесь в этом не все ответы, сегодня вы на том пути, чтобы стать такой, как вы желаете, стать своей мечтой, чтобы превратить свою жизнь в шедевр, стать режиссером, продюсером, сценаристом своей жизни и исполнять же в ней главную роль, вот это главное в этом проекте, и проект «Я стала другой», видите, он же и так и называется, это говорящее название. Что же, дорогие мои, последнее задание, ваше задание на ближайшие пять дней записать свои сильные стороны и благодарить, благодарить эту разумную жизнь, эту вселенскую энергию за то, что вы имеете. Сила благодарности это самая мощная сила, когда вы благодарны и от вас исходит свет. Практикуйте эту благодарность утром или перед сном. Каждый день уже много-много лет, у меня дети, в частности младшие, мы едем в садик, я говорю, ну что, давай начнем с благодарности. И не засыпать без трех успехов, да, благодарите за свое тело, за то, что бьется ваше сердце, за то, что руки, ноги, грудь, попа, все у нас на месте, а каких оно размеров, это все уже относительно. Вот, и оно будет таких, каких вы захотите, когда вы это все примете. Благодарность, повторюсь, самая мощная движущая сила, потому что, когда мы благодарны, мы запускаем некий бумеранг, который к нам возвращается во сто крат всегда больше. Сильные стороны это не таланты, сильные стороны это ваши сильные стороны, с талантами отдельное задание, а сильные стороны, вот прям напишите сильные свои стороны. Вот я знаю свою, например, сильную сторону юмор, ну вот вы меня пока что еще близко не знаете, но поюморить, похохмить, ну в общем это постоянно, это постоянно, это всегда, я вот на семинарах иногда сдерживаюсь, потому что моему друг там не поймет или еще что-то, чтобы там что-нибудь не отчебучить. Сильная сторона, сильная сторона, организаторские способности, сильная сторона, ну пока всех их организую, что в кадетку, то в школу, то еще, конечно, сильная сторона, вот, ну и также и вы относительно себя распишите свои сильные стороны. Сейчас на этом этапе я вам очень рекомендую, это же знаете как, сейчас послушал, вышел на улицу, раз и выветрилась, вам надо постоянно долбить свое сознание, выходить на новый уровень, поэтому кому будет интересно, девочки, только кому интересно, я предлагаю, я не заставляю, зайдите или напишите мне письмо, я пришлю вам ссылочку, или зайдите в мой инстаграм, там есть ссылка топ-линк моя, и там продаются видео, они же и аудиосеминары, ну первое называется деньги-денежки деньжата, это для тех, кто хочет достичь финансового успеха с нуля, вот, но я вам предлагаю семинар счастье как диагноз, мы его проводили два года назад с супругом, он стоит там что-то в районе двух-трех тысяч, но там огромный материал, там сплошной концентрат, там то, что здесь я не говорила еще, потому что там семинар вы приобретете трех- или четырехчасовой фон, то есть вы понимаете, наушнички одела и вперед, и вперед, и вперед, там мощные истины, там предлагаются великолепнейшие тренинги, а главное там идут очень грамотные установки, которые не будут перенагружать, но при этом будут вас держать на нужной, знаете, скорости ваше сознание. Почему это важно? Потому что сегодня вы меня послушали, вы зарядились, хей! Потом проходит некоторое время и вот здесь надо не падать, надо поддерживать себя. Пока ты не научился это делать сам, нужны книги, нужны лекции, нужны консультации, нужны аудио, видео, есть на Яндекс.Муд заказы найдите счастье как диагноз, бесплатные тренинги, цикл передач называется у меня учись и живи счастливо, слушайте, на Яндекс.Дзене найдите счастье как диагноз, масса статей и также аудио бесплатные и видео лекции, они небольшие там, но опять же, пожалуйста, все к вашим услугам. Читайте, слушайте, главное, не сдавайтесь, не сдавайтесь и еще раз не сдавайтесь. Так, переходим к вопросам, где граница со здоровым отношением к себе и к тенденции к бодипозитиву. Вы знаете, вот, кстати, на семинаре про счастье как диагноз я уделила этому внимание. Бодипозитив, позитив, знаете, того, вот смотрите, сейчас я вам скажу, вы поймете, чтобы сосуд, высосуд, налить чистое, молодое вино, для начала надо вылить старое и очистить этот сосуд, а затем уже наливать новое. Почему? Потому что, если мы сосуд не очистим, вино скиснет. как и здесь, психогенетика, она очищает ваш генетический код. А позитив или бодипозитив, я это все приветствую, но это все работает временно, я это все проходила. Это все работает временно. Здесь вы привязываетесь к тренеру или привязываетесь как наркоман к какому-то я не знаю, виду позитива. И это неестественно, это как макияж, который ты ходишь целый день, хе-хе, да, здорово, круто. Приходишь домой, умываешься и думаешь, господи, как же я от этого всего устала. А когда вы модифицируете генетический код, даже если вы придете домой очень устав, или в вашей жизни будут очередные вызовы, вызов за вызовом, вы будете это принимать с благодарностью и внутри вот этого угнетенного состояния жертвы не будет. И вся ваша радость, она будет естественная. Конечно же правильно устанавливать привычку позитива. Привычку. Но я бы сказала, это не привычка позитива, а привычка правильно реагировать на ситуацию. спокойно 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 принимая ее до конца. И если вам надо сегодня поорать, орите. Если вам надо позлиться, позлитесь. Если вам надо поплакать, господи, вы счастливчики, я вообще плакать не умею, плачьте на здоровье, это очищение. Но при этом будьте счастливы и благодарны за жизнь. принять себя таким напором красоты сложная задача. А кто говорил, что будет легко? Этот метод, он вообще не для слабочков. Благодарю и люблю, я вас тоже люблю. Я бы тоже могла быть мужиком в юбке. Ох, знаете, насколько здесь таких выросло без мамы, на кого отталкиваться. Так, разумная жизнь, она вам всегда подскажет. Тети. Скорее всего, есть тети, есть бабушки, есть какие-то фотографии, даже по фотографиям все видно. Не надо лезть глубинно, вы не профессионал, вы не разберетесь. Профессионал я. Приходите ко мне тогда. Вот. Это, знаете, все равно, что у вас болит зуб, а вы не пойдете к зубному, который пять лет отучился в институте, семь лет практика, потом еще четыре года за, чтобы получить кандидатскую. Вот. А сами возьмете щипцы и начнете себя лечить. Ну, что вы сделаете? Куча кровищи, боли и все. Вот. Поэтому я вам даю такой лайф, лайф для более глубинного анализа. Обращайтесь ко мне. Минуточку. Сейчас мы уже будем завершать. Так. Так, неужто есть женщины, которым нравятся свои отвисшие груди? Закройте двери, пожалуйста. Сейчас. Груди и ноги в сосудистых сетках. Я знаю таких. Поверьте, у них с этим все в порядке. Они настолько горят вот этой активностью, жизнью, самореализацией, дать тому, дать тому, дать себе, поесть, попить, вкусно, спорт, то-то, 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 что они держат на этом фокус внимание. Понимаете? Некоторые заточены, держат на этом фокус внимание, а некоторые нет. в принципе у нас все. Ну что ж, дорогие мои, с некоторыми с вами я встречусь завтра, в 12.30, где-то в 13.00 в Дом музея моды. С сентября у нас начинается новый поток, кем мы будут те же самые. А в ноябре вроде бы благотворительный фонд обещал, что все три потока соберутся вместе, и мы отпразднуем завершение проекта я стала другой. Люблю вас, целую, обнимаю, благодарю, 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 девочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!